День, уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Новгородова. 80 лет исполняется в этом году детской школе искусств номер 2 города Якутска. Образовательное учреждение ДОП-образование берет свое начало с 40-х годов прошлого столетия. Именно тогда в суровое послевоенное для страны время, как луч солнца, пробившийся сквозь темное небо в 1944 году, распахнула свои двери первая в республике Якутская республиканская детская музыкально-хореографическая школа «Семилетка». Школа является настоящей кузницей музыкальных творческих кадров нашей республики. И сейчас в школе созданы все оптимальные условия для целенаправленного формирования общей культуры каждого ребенка, развития его творческих способностей, профессиональной ориентации в области искусств. И у меня сегодня в студии в гостях Владимир Петрович Индигирский. Здравствуйте. Здравствуйте. Заведующий отделением хоровое пение, заслуженный работник культуры республики Саха-Якутия, победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств по всему Дальнему Востоку». Да, правда. Спасибо. Екатерина Кимовна-Сергучева, заведующая отделением фортепиано «Отличник культуры республики Саха-Якутия». Здравствуйте. Здравствуйте. И Слепцова Ирина Валерьяновна, преподаватель по классу флейта Якутского музыкального колледжа училища имени Жиркова «Отличник культуры республики Саха-Якутия». Здравствуйте. Здравствуйте. От всей души приветствую нас в гостях. И, конечно же, первым делом хочется спросить. Восьмидесятилетие это, получается, в 1944-м, тогда ещё шла Великая Отечественная война. И в далёкой Якутии в то время открывается первая музыкальная школа. Это уже 80 лет. В суровый 1944-й год открывается наша школа. Первая в республике музыкальная школа, которая собрала одарённых детей со всей республики и привезла в Якутск, начинает обучение их в интернате. Это было очень сложное время, голодное время. Мы сейчас проводим встречи поколений, встречи выпускников нашей школы. И, конечно, самые первые наши выпускники, они очень тепло и с какой-то болью, но всё-таки всё равно с радостью и с теплом вспоминают о своих первых шагах в нашей школе. Действительно, это было очень суровое время, но удивительно, что правительство наше, Советского Союза, наши республики нашли какие-то ресурсы, нашли какие-то силы, чтобы открыть именно музыкальную школу. Потому что страна думала о своём будущем, о своих детях, о том, что после войны всё равно же придёт время мирное, и нужны будут и композиторы, и исполнители, и слушатели, и артисты. Вот поэтому наша школа начала в 1944 году свою большую историю. Она действительно первая в нашей республике. И именно в этой школе начали своё профессиональное музыкальное образование. Вот наши уже мэтры, наши прославленные музыканты первые. Я бы назвала, наверное, Майя Ивановна Иванова, Марк Маркович Слепцов, пианист наш известный, Анна Алексеевна Попова, Надежда Ильинична Федотова, орфистка наша Лидия Павловна Новгородова. Они были в самом первом наборе этой школы. И совсем через небольшое время приехала комиссия и отобрала вот этих именно детей для обучения их в городе Ленинграде тогда, в центральной школе при консерватории. Это потрясающе. Мы очень гордимся нашими первыми музыкантами. Но обязательно следует отметить, что после этого у нас также продолжилась история. И, конечно же, было очень много музыкантов, которые не только школу музыкальную закончили, но и продолжили. Я позже, наверное, еще на завод войти. Я хотел бы вообще, пользуясь случаем, поблагодарить наше правительство. Мудрое, какое холодное, голодное время думали об Якутии, Москве. Вы представьте себе, это же не так просто. Вот так то время было централизованное руководство. И вот к какому выводу пришли. Мы должны благодарны русской интеллигенции, которые приехали оттуда, из Москвы, Санкт-Петербурга, вот, простите, Ленинграда, таких больших городов, к нам, в Якутию. И открыли вот этих наших маленьких якутиан, не знающих ни нот, не могли ни читать, ни писать. Безграмотные же люди были. Голодное время, то время. И открыли не просто школу, а школу-интернат, чтобы дети жили, понимаете? Это же, это просто непостижимо. Поэтому мы всю жизнь должны быть благодарны им. Мне так хочется добавить, вот, сказанному. Очень приятно, что вы чтите вот эту вот память. Безусория, безусория. Да, действительно, очень страшные годы были. Еще и у нас в Якутии, да, вот 50, извините меня, 60 градусов. Это не в последнее время у нас стоит. Действительно, надо рассказать, что тогда были, конечно, тяжелые очень условия, да, в деревянном доме барачного типа отапливалась печкой, да, и столько детей было, надо было обогреть, обуть, одеть, накормить, и еще и заниматься музыкой, да. Вот это очень удивительно, действительно, да. И, конечно, мы гордимся, да, этой историей великой. Поэтому, да, и еще надо отметить, что вот первые вот эти наши ученики нашей школы, да, они явились первыми профессиональными музыкантами в нашей республике. Они начали вот обучение во всех, ну, особенно вот все, вот кого я назвала, они работали очень плодотворно в музыкальном, якутском музыкальном колледже. Они воспитывали будущих наших, да, будущих наших всех преподавателей, и нас тоже. Это целая плеяда великолепных музыкантов, ведущих мастеров сцены, ведущих педагогов, которые, в свою очередь, тоже уже взрастили целое поколение прекрасных певцов, исполнителей. И это настолько отрадно слышать, и радость просто переполняет. Вот когда слышишь и видишь этих педагогов, корни которых творчества идут, именно из детской школы искусств номер два. Бывшая городская музыкальная школа и бывшая республиканская музыкальная, хореографическая школа-интернат. И с каким теплом они все вспоминают эти годы обучения. Я это прекрасно... Прямо из их уст. Гриша Петров, как хорошо рассказывал. Анисия Афанасьевна Иванова, как рассказывала об обучении в школе. Айталина Афанасьевна Адамова. Как интересно об этом рассказывали. Какие были у них творческие вечера в школе. Как им педагоги заменяли родителей буквально. Первая женщина-композитор Якутия, Полина Иванова, была, будучи маленькой девочкой, которая обучалась, она даже писала письмо Робертино Лоретти. Тогда он был бомбардерный. Она училась в нашей школе. Раскрываются такие большие секреты. Интересно, да? Очень интересно. И слушать их истории об этих теплых и уютных вечерах, как они пели друг другу, как они рассказывали сказки друг другу. Тоже было очень интересно. И более того, они же видели живого Марка Жиркова, основоположника нашей якутской профессиональной музыки. Марка Николаевича Жиркова. Какой он был высок. Ну, конечно, они были маленькие, поэтому оказалось... Но на самом деле он был очень высокий, правда, что... А я ещё, знаете, горжусь тем, что я работаю в этой школе уже больше 20 лет. И там у нас есть преподаватели, которые чуть младше на 10 лет всего нашей школы. Да? Вот заслуженный работник культуры, наша пианистка Антонина... Антонина Руссеньева-Халыева. Антонина Халыева. Она закончилась... Да, мы встречаемся в коридоре с ней, общаемся. То есть живые свидетели. Это просто история школы. Да, и это, конечно, просто в наше время, современный век технологии, цифровой, понимаете, коммуникации, мы видим вот такие живые легенды нашей школы. Да, и души, да, вот такие вот сердечные, которые могут рассказать такую шикарную историю. Связь вот эта вот ниточка, она оттуда, да, всё, Антонина Руссеньева всегда нам рассказывает, да, об своих однокурсниках, о своих одноклассниках, которые учились там, дальше учились, и о преподавателях, прямо очень интересно. Также у нас в нашей школе сейчас работают выпускники данной нашей школы. Это Татьяна Васильевна Попова, Лидия Петровна Николаева. Я также являюсь выпускницей нашей школы. Вернулись в родные стены. Да, это очень интересно, я после трёх лет работы в Лусе, я приехала в город, мы переехали, я про себя подумала, вот куда мне идти, в первую школу или в свою родную? Конечно, ноги меня повели в свою родную школу, но я совершенно не жалею. Это родная школа, да, действительно. Ну и радует, что есть продолжение, что вот в этом году к нам пришла на работу тоже, как бы преемственность. Моя ученица уже, да, в нашей школе работает, да, по поводу ранчан. Вот смотрите, как уже. Хорошо, что вот хочется, чтобы наши же ученики как бы вливались в наш коллектив и продолжали наше дело, потому что как бы цепочка не должна обрываться. Да, да. А вот смотрите, какой стратегический был взгляд у того руководства, руководства страны. Давайте мы отправим группу людей. Группа людей приехала, открыла школу. Да, были приезжие преподаватели, да. И вот сейчас прям с какими корнями стоит крепкое дерево, да, вот у детской школы искусств, номер два города Якутска. Это же просто нужно было посидеть, да, наверное, и подумать об этом. И в итоге целая вековая практически история. В нашей школе же преподавали вот такие известные уже, мы их называем якутские, но это приезжие, да, Герман Комраков, Гран Григориан, они тоже преподавали композиторы. Алина Розинская пианистка. Прекрасные композиторы. Да, они сидели на выпускных экзаменах наших выпускников, да, в нашей школе тогда. Вот Антонина Арсеньевна как раз очень хорошо помнит и уроки Германа Аникандровича Комракова, да. Очень интересно, да, вот такие, такая вот цепочка пошла, пошла, и эти ученики как бы расширились, размножились, и, ну, сейчас вот уже по всей республике, мы в каждой школе уже знаем, видим своих выпускников тоже, так радостно. И не зря эта школа, детская школа искусств номер два города Якутска, получила звание республиканской опорной школы. Ведь она сейчас несет очень большую методическую работу по развитию педагогов, проводит великолепные курсы повышения квалификации. И сейчас вот у нас пройдет с 11 ноября по 14 ноября великолепный творческий проект, и мы очень надеемся, что этот проект будет уже на постоянной основе. И вместе с Институтом геокультурного развития сейчас этот проект называется «Серебристые трели», и он идет на обучение по программе, по дополнительной образовательной программе для преподавателей детских школ искусств, средних специальных учебных заведений, вузов республики, учителей средних образовательных школ, учителей музыки и музыкальных руководителей детских образовательных учреждений, то есть детских садов. И великолепный проект «Серебристые трели», в рамках которого будут проходить творческая школа с прекрасным, с ведущим педагогом страны, Селой Олеговной Должиковой. Она флейтистка, она президент благотворительного фонда развития культуры, и конкретно она развивает духовую культуру. То есть это флейтисты, тромбонисты, то есть это отделение духовых инструментов, идет развитие отделения духовых инструментов, и у нее великолепный конкурс проходит в Москве. Сначала он проходит по регионам, она ездит сама лично, высматривает, так скажем, выискивает юных талантов, приглашает потом к себе в Москву, они там проходят второй этап обучения, то есть конкурса, и выходят играть уже в финале с оркестром. Эти юные, маленькие музыканты играют с симфоническим оркестром, садятся в духовой оркестр, можно сказать, из юных талантов всей страны, и какое это чувство у музыкантов, у молодого поколения развивается. И Элла Олеговна, она продолжательница своего, дело своего мужа Юрия Николаевича Должикова, легендарного педагога, композитора, и легендарного, так скажем, методиста по обучению игре на флейте. Он выпустил плеяду великолепных флейтистов, которые сейчас уже развивают свое творчество по всему миру. И мы приглашаем вот Эллу Олеговну, которая будет вести вот эту творческую школу, и приглашаем всех педагогов, учеников принять участие в этом великолепном проекте, принять участие в обучении, пройти курсы повышения квалификации, приходите, мы всем будем рады, и вы получите большое удовольствие от общения с Эллой Олеговной. Она проста в общении, она никогда ничего не скрывает, она очень хорошо рассказывает всю методику игры на флейте. Я несколько раз сидела у нее на курсах повышения онлайн, и это было, задаешь маленький вопрос, она его раскладывает, буквально разжевывает все до мельчайших подробностей, и настолько это хорошо, ничего не скрывает человек, он ничего в себе не держит, все секреты, пожалуйста, вот вам, учитесь, развивайтесь, творите, и растите маленьких музыкантов, маленькие таланты. Вот настоящий профессионал своего дела, да, который просто вперед и пользуйтесь, учитесь, практикуйте, продолжайте. И вот я сегодня даже принесла показать всем ее работу на основе ее мужа Юрия Николаевича. Должен. Методика игры на флейте, русская школа флейты она назвала, великолепный сборник с прекрасными рекомендациями по обучению игры. И сейчас мы это можем совершенно спокойно купить, прочитать, все это узнать, с ней можно совершенно спокойно связаться по телефону и какие-то вещи спросить. Она по всей стране ведет творческие школы, и летом великолепная творческая школа проходит в Минводах у нее. Она проводит, да, иногда в Крыму, иногда в Минводах, и дети отдыхают, лечатся. Приятное с полезным. Да, приятное с полезным. То есть она еще наших музыкантов, наших учеников будет учить, как вести себя на сцене. Ведь не секрет, многие стесняются. Да, согласна. Многие сразу же теряют, так скажем, очень много, выходя на сцену из-за своего стеснения и страха сценического. А вот Татьяна Николаевна будет рассказывать, как вести себя спокойно и показать все свое мастерство, все свое творчество именно на высоком, хорошем уровне. И она будет рассказывать и учить нас этому. И этот тандем великолепно сочетается. Да. Так что мы всех приглашаем на наш проект «Серебристые трели» и очень хотим видеть всех на творческой школе. Это вот еще раз повторим, с какого по какой часу. С 11 ноября по 14 ноября включительно в детской школе искусств номер 2 будет проходить творческий проект «Серебристые трели», где будут проходить курсы повышения квалификации, творческая школа для учеников, мастер-классы для педагогов. И педагогов не только музыкальных школ, но и СУЗов, ВУЗов и детских садов и образовательных школ. Я так понимаю, что со всеми вопросами, все, кто этим заинтересовался, нужно звонить в ДШИ номер 2. Да, обязательно. Все данные в рекламном ролике указаны, все телефоны. И очень надеемся, что этот проект будет развиваться дальше, и к нам будут приезжать не только флейтисты, но и кларнетисты, трубачи, ведущие педагоги по саксофону, ведущие педагоги по тромбону, трубе и другим духовым инструментам. Мы всех с радостью ждем. Отлично, да, вот эти вот такие вот проводите. У нас буквально сейчас мы отойдем на рекламу, рекламу на 4 минуты, и уже после рекламы мы продолжим нашу беседу. Спасибо большое за информацию. Надо сейчас будет записать этот бюджет и сказать своим знакомым. Сойдемся поздно. Дорогие телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу. И у меня вопрос по калейдоскопу. Талантов. Талантов. Поэтому мероприятия. Да, это наш конкурс, который в этом году будет проводиться уже в третий раз. В год пандемии, в 2021 году, мы провели День пианиста. Он приурочен ко Дню пианиста международному. 8 ноября отмечается День пианиста. Вот сейчас же модно каждый день почти мы что-то отмечаем. А вот 8 ноября назначен День пианиста. И в 2021 году мы в первый раз провели городской такой небольшой. Как раз вот ваши коллеги из НВК Саха приходили. Был сюжет. И Сергей Накимович Лебедев тогда директором нашей школы работал, он пианист. Поэтому он обещал вот на этом, в эфире прямо обещал, что будет у нас фестиваль проводиться ко Дню пианиста. И действительно мы решили вот со следующего года проводить вот этот фестиваль. В 2022 году он был городского плана, да. И нам настолько это понравилось, что он был очень востребован. Было очень много желающих приехать, посмотреть, поучаствовать, да. И в прошлом году такой творческий тандем, вот, как бы, зачинатели этого проекта. Это Сергей Накимович Лебедев, Ульяна Семеновна Тайшина, Евдокия Семеновна Карманова и Жанна Андреевна Дичкова. Они вот защитили проект, выиграли грант, да. И грант президентский грант Фонда культурных инициатив Российской Федерации, да. И, конечно, это было финансирование. Мы его провели прямо с воодушевлением, да. И, конечно, тут следует отметить, что желанным нашим гостем, да, была Наталья Викторовна Богданова. Это декант факультета фортепиано, заведующая кафедра специального фортепиано-центральной музыкальной школы Академии Исполнительского Искусства города Москвы. Артистка-музконцертка, да. Она концертирующая. Она концертирующая пианистка, да. И дала великолепные нам мастер-классы. Мастер-классы были просто встречены на ура, потому что, ну, не каждый же день, да, мы можем вот так вот поучиться у таких мастеров. Да, и совершенно на мастер-классе мы вот отметили, что такая атмосфера была дружелюбная, абсолютно демократичная. И что детям, да, и дети никто не боялся прямо, как губка впитывали все слова, которые говорит им Наталья Викторовна, да. И очень понравились нам мастер-классы. Все преподаватели выразили свое удовлетворение, да, вот этими курсами. Также был концерт самой Натальи Викторовны Богдановой, который прошел вот у нас, да, в концертном зале нашей школы. Замечательный концерт, да. Ну и, конечно, это был конкурс среди пианистов, юных пианистов, да, республики. Мы приняли участие 79 участников в прошлом году, это очень много, да, для такого сольного исполнительства. Были разные группы, младшие, средние, там, и дети с удовольствием просто приняли участие, выявили победителей. И никто не был в обеде, все ушли с таким хорошим настроем, да. В программе этого конкурса исполнение двух произведений, пьесы якутского обязательно, композитора, и свободная пьеса, да, в прошлом году была. А вот в этом году у нас вот опять же с 8 по 10 декабря у нас запланирован калейдоскоп талантов уже в третий раз, да. И мы хотим всех пригласить и на конкурс детей, да. Еще у нас вторым очень большим и важным этапом в этом фестивале является научно-практическая конференция. Да, и она должна была, должна раскрывать основы пианистического искусства, да, как и исполнительского, педагогического. В этом году у нас как бы, ну, мы взяли тему не такую обширную, как в прошлом году, именно отечественную, нашей российской, российского пианизма, преподавателей и исполнителей. А подобие такого НПК, это, наверное, одно единственное, которое проходит в стенах души. Да, среди детей, да, это, да, мы начинали только вот среди детей, это был первый, да, первое научно-практическое. Тоже интересно, дети, дети, которые, может быть, как исполнители не смогли поучаствовать на этом конкурсе, приняли участие как лекторы, да, как научные исследователи, да, небольшие. Они, да, они же со своими преподавателями изучали вот творчество какого-то данного композитора или преподавателей, да, именно вот наших якутских, да, из своих школ вот представляли педагогов с большим стажем, да, со своими какими-то достижениями. Это было очень интересно и очень было даже, очень приятно было, да, услышать из уст детей о преподавателях, о композиторах, об исполнителях, да. Вот, и с 8 по 10 ноября мы ждём всех, да, желающих поучаствовать в нашем конкурсе. Все тоже данные, ну, заявки, всё это через, да, на официальный сайт, там у нас есть специальная группа, пожалуйста, подключайтесь, звоните и принимайте участие. Вот что и месяц. Тоже в рамках, да, тоже в рамках, да, почти после нас, да, после нас у вас подряд у нас такие большие мероприятия. Большие. Да, очень большие, да, это республиканского, да, уровня. Конечно, это у нас идёт в очень плотной связи с Институтом геокультурного развития, да, спасибо им огромное, что же. И также в рамках нашего вот фестиваля будут курсы повышения квалификации, 36 часов, да, для преподавателей, это тоже очень важно, нужно, поэтому, пожалуйста, мы ждём всех. Вот что ни месяц, то мероприятия. Вот сейчас я просто к Владимиру Петровичу, Владимиру Петровичу, а, пожалуйста, теперь вы нам расскажите. Мне стало очень интересно, что вы по всему Дальнему Востоку, у нас в Якутии, живёт лучший преподаватель детской школы искусств. Когда проходил конкурс, где это было? Гордитесь, конечно. Гордитесь, Владимир Петрович. Я сам собой горжусь. Конечно. Сказали только что наши уважаемые, замечательные мои коллеги Ирина Валерьевна, Екатерина Кимовна. Мы начали с того, что нашей школе 80 лет, правда. И действительно, вот плоды, вот это прошло 80 лет, и вот плоды вот сегодня, вот видите, мы проводим уже научно-практические конференции. Не среди аспирантов, не среди студентов, а среди маленьких детишек. Вы понимаете, я к чему-то всё говорю, а говорю к тому, что художественное образование сейчас придаётся очень большое значение. Видите, вот мы взяли историю о том, что в Москве, в Кремле, в Якутии, в провинциальном городе каком-то, извините меня, в то время, 80 лет назад, во время Великой Отечественной, когда людям нужно было кормить и поить, правительство создаёт школу-интернат и кормит детей, набирает детей. Значит, уже тогда было отношение к музыкальной школе. Почему? Потому что именно, они поняли, что именно музыкальная школа будет готовить профессиональные кадры. Кадры для чего? Для театра. Ну, чтобы поставить спектакль, нужно, чтобы музыканты играли на опере. Понимаете? Что должен быть оркестр. Просто так же оркестры не будешь играть. Для этого нужно знать ноты. Значит, вот понимаете, и вот сейчас, перенося сегодня в наше время, мы сейчас, я убедился на этом конкурсе, что действительно сейчас детской музыкальной школе, или, например, детской школе искусств, придаётся огромное значение. И поэтому Министерство культуры Российской Федерации организовало теперь конкурс вот такой общероссийского уровня «Лучший преподаватель детской школы искусств». Никогда такого не было. В этом выявляется ценность этого человека, преподавателя, который работает с детьми. Как он работает, как он с ними занимается, какие итоги его работы. То есть вообще целости. Что он выходит за рамки своего класса. Выходит ли он рамки из-за своей школы. Потому что любая школа находится в каком-то микрорайоне города. Правда же? А микрорайон тоже относится к какому-то большому, скажем, числу людей. Это ведь не только один ребёнок. Это мама с папой. А у мамы и папы есть дедушка и бабушка. А у дедушки и бабушки есть подруги и друзья. То есть охватывается постепенно этот клубок. И в этом смысле мы впереди планеты всей. Благодаря первому президенту Якутии, который организовал, инициировал региональный проект «Музыка для всех». То есть вот настолько действительно поглощён. Ведь не только теперь дети музыкальной школы, а дети общеобразовательной школы. Вроде казалось бы, эти готовят физиков, математиков, спортсменов. Но всё равно какой-то общий низовой образовательный процесс, связь с музыкой, оно всё равно есть. И это правильно. Ну а детская школа искусств вообще является как бы факелом, вектором направления, куда должно двигаться общество. И это очень верно. Ну а что касается моего конкурса, который прошёл Хабаровский, это вот как раз то, что я сейчас говорю, говорят мои коллеги. Оно раскрылось во всей красе. Потому что приехали очень много одарённых преподавателей, талантливых, влюблённых в свою профессию. И на словах, не для красоты. А на самом деле, вот только что Ирина Валерьевна рассказала про нашу Эллу Олеговну, которая в целом принадлежит для детей. И вот таких преподавателей начали искать. Но прежде чем поехать в Хабаровск, я хочу поблагодарить наш институт геокультурного развития, который тоже провёл конкурс в республике. И мониторили по всей республике, и вывели меня лидеры. Это был первый этап региональный. Теперь надо было Якутию защищать на окружном этапе. Это в городе Хабаровске. Очень ответственная миссия. Просто... Да, их так много, оказывается, школ. И каждый преподаватель там... Оттуда тоже выбили самых лучших. И представляете, я оказываюсь, как сейчас, разговариваясь с ними, они совсем по-другому мыслят, по-другому говорят. И поэтому вначале было очень сложно, конечно. Но потом я, когда я оказался в институте, где проводился этот конкурс, увидел на стене стенд такой. Институт гордится ими. И там все имена этих выпускников. И там Наталья Владимировна Базлева, художественный руководитель Якутской государственной пилармонии имени Глены Михайловны Кривошапка. И ректор высшей школы музыки Надежды Михайловны Зайкова. И они на меня так смотрят. Попробую. И знак, и такой знак, понимаете, божественный. Володя, давай, давай. И вот понимаете, они же состоялись как великие выпускники. Они гордятся ими, вот Хабаровск институт. И я тоже как бы собрался и стал двигаться вперед. Это был знак. Это был знак. Я очень этому, конечно, теперь уже осознаю это. Вот понимаете. Это все вот эти маленькие знаки. Но мы опять отделились на другой план. Вы спросите, а какой был самый сложный этап этого конкурса? Да, очень хороший. Где вы чуть... Ой, Мария Владимировна. Это просто... Я как опять вспоминаю, и мне становится тревожно. Конечно, это было первое испытание. Открытый урок. Все боятся преподаватели. Совершенно незнакомому. Незнакомому общему, даже знакомыми своими любимыми детьми вести открытый урок очень сложно. Потому что на тебя сможет, понимаете, вся общественность. Это да. Ты понимаешь, это совсем... А тут совсем другие дети. Они впервые, может, видят азиаты-учители. Потому что там все русские дети, они привыкли к другому жесту, к другому преподаванию. Там другая школа, там тепло и хорошо. Понимаете? И я, значит, приехал, и вот... Прямо на самом деле трясся. Но даже это не самое главное. Я тебя благодарю в том, что я провел большую работу до приезда. Какое произведение выбрать? Чтобы понравиться не только самому себе, это произведение нравилось. Чтобы дети за уложенное время разучили, спели и выдали хорошую продукцию. Понимаете? Это очень большая мыслительная работа. Вы понимаете? Ставится задача. Работа с репертуаром – это основное. Ставится цели, задача. Я и говорю даже о произведении. Потому что та сторона еще рассматривает, как он говорит, какая терминология, как он смотрит на ученика, как откликается на, понимаете, на учителя. Вот этот ребенок, понимаете, это только столько много спектров. Но я все сделал, как надо. Вы скажите, а что это? Благодаря чему спросите? Да, вот кому вы благодарны? Благодаря чему? Просто мысли мои читаете. Да, Рина Владимировна отвечает моим коллегам. Меня спасло то, не спасло, а помогло, выручило. Это моя работа на радио НБК СХА. Вот где я нахожусь? Национальная вещательная компания, которая научила мне говорить, анализировать, размышлять и доносить самую суть радиослушивали телезрителю. А тут уже ребятишки. Да, а тут, понимаешь, вот это все качества. Потом мне помогло то, что я работаю на сцене. Я же еще пою на сцене, пишу песни, понимаете. Это педагогическая практика называется. То есть, когда другие конкурсы начались, вот это все и пригодилось. Потом я закончила аспирантуру. То есть, эти все знания, которые, казалось бы, они все разрозненные, но они все скомпоновались, как будто звезды так расположились, чтобы все знания, которые я обладаю, я должен выдать. И я это все выдал. И поэтому я прямо почувствовал прям такую силу в себе. И как выдали там. Выдал. И не только на открытом органе, на всех соревнованиях. И я заметил, что после третьего испытания мои конкуренты, мои вот тоже педагоги, лучезарные, одаренные, они сникли. Они почувствовали во мне лидера. Поэтому в четвертом конкурсе я был как акула в океане. Никого не боялся. А эти уже сдались. Я говорю, а что? Я говорю, а мы собираемся чай пить? Кофе-брейк. А что ты кисникший-то? Да нет, нормально. Уже, понимаете, все по-другому. Они уже поняли, кто... Они поняли. Вначале они видели, видимо, во мне мальчика какого-то маленького, какого-то студента. Или совсем, ну, бывает такое, да. Отношение такое. Теперь, когда все это раскрылось, это все, они уже это, сбавили свое то самое как-то. И все получилось. Ну, кроме шуток, я хочу сказать, конечно, я благодарю моего директора детской школы искусств номер 2, по Ирину Александровну Комсеву, которую она мотивировала. И сразу мне сказал, Владимир Петрович, вам надо принять участие. Мне кажется, что вас для этого вы созрели. Понимаете? И когда директор, твой работодатель говорит, мотивирует, еще дает путевку для этого, конечно, человек вот и шумляется. Окрыляет. Это очень важно. Поэтому я хотел бы вот это сказать. Вот Владимир Петрович, я бы вас слушала и слушала. Не знаю. Всех вас с удовольствием. На каждую базу, на каждого гостя нужна отдельная программа. Я бы тоже хотела поблагодарить Ирину Александровну Комсеву. Спасибо, подсказали Владимир Петрович, потому что единственный директор, который подхватил эту идею с приглашением. И потом совместно с Вероникой Михайловной Костровой уже реализовали этот проект. Спасибо большое, что были у нас в гостях. С наступающим 80-летием от всей души. Спасибо зрителям, спасибо радиослушателям. До новых встреч.